вот о чем хочу поговорить как мы быстро привыкаем к хорошему да или к чему к тому что вот скажите зачем мы возимся с этой рассадой здравствуйте дорогие друзья вы на канале горожанка в селе весна солнышко за окном морозы закончились сегодня последний день морозный нам обещают дальше уже потепление рассада перерастает вот это вот рассаду меня посажена 1 декаде февраля она переросла уже листочки появились старые настоящие вот эти вот и будем ее сегодня пересаживать процесс кропотливый связаны с тем что они могут поломаться поэтому мы их сажаем их побольше с запасом сколько мне их надо вот этот вот сорт батяня сажая его два года точно в этом году будет третий год я им довольны помидорчики и главное чтоб они не перезрели на кусту правильно кусту или на кусте но неважно в общем чтоб они не перезрели там их надо пораньше снимать потому что потом они какие-то становятся водянистые а вот эти помидорчики я их называю засолочные не знаю какой сорт очень высокорослые плодоносит начинает поближе как бы к осени как раз к засолке но их там видимое невидимое количество и форматик у них такой хороший небольшой как раз вот в баночке хорошо их засаливать мариновать это конечно не все у меня уже там на подходе следующие сорта который сажала уже в конце можно сказать февраля почти догоняют тоже нужно будет их пикировать но чуть попозже вот процесс несложный но кропотливый как я уже говорила пропикирую потом покажу что у нас получилось вот так мы их тут пересадили по 2 хорошему подсадила еще плохенький и жалко выбрасывать вот здесь еще значит второй сортик у меня и тут вот так что управили свой долго с ним возилась вот здесь у меня они посажены где-то уже середине наверное еще маленький это новые два экспериментальных сорта я каждый год беру два сорта на пробу сейчас я им подсыплю земли и они у меня будут ну как всегда знаете да в пакетиках штуками продают поэтому вот их немного я их пикировать не буду так они у меня тут и будут поэтому подсыплю землицам падать уже начали и расскажу про них вот сорт настенька вот он он невысокий или не надо обрывать пасынки чем он меня заинтересовал ну и то что у него в ручку настенька же зовут вот крупноплодный написано но поверим посмотрим сибирской коллекции я их люблю сибирский сад сибирская коллекция хорошие обычно бывает три толстяка такой вот помидорик ну вот их тут чуть побольше чем 3 зашло тоже проверим может быть потом себе оставим вот закопала я почти под самые уши пусть растут ну вот с огородными делами так сказать управились теперь можно и поговорить немножечко много времени у вас не займу вот о чем хочу поговорить как мы быстро привыкаем к хорошему да или к чему к тому что вот скажите зачем мы возимся с этой рассадой вот основные девочки вот смотрю все рассадок некоторых уже такая большая я думал у меня про на посадил что вы даже там вон кто и севернее чем я живу это уже у них рассада прям хорошие а я все боюсь что моя перерастет не знаю как раз вовремя вырастет так вот сажала эту рассаду тут пересаживала и думаю ну вот купить готовую и посадить ну и почему мы так не делаем потому что привыкаем к хорошим сортам помидор да вот сегодня на канале одна тоже огородница сказала люблю спрашивает какие вы ягоды любите она говорит помидоры а как их обещали быть и помидоры вот скажите кто не любит помидоры все наверное нет но есть наверно кто не любит помидор я тоже люблю и люблю вкусные помидоры хорошие никакие попало кислые вот уже как-то не хочется есть поэтому сажаем стараемся вырастет тот сорт которому мы уже привыкли до или новую посмотришь услышишь что какие-то хорошие помидоры тоже пытаешься купить посадить освоить так сказать вот вот у меня конечно камера так вот прыгает вот и я тоже вот привыкла уже помидоркам хорошим и сажаем те которые мне нравятся вот прошлый год воловье сердце бычье сердце посадила в этом году снова и в посажу конечно не тоже капризные тоже за ними надо уход и высокие они но зато помидоры очень вкусные да и крупные вкусные вот а вы как почему сажаете тоже наверно потому что привыкаете к хорошим сортам да ну вот такой у меня какой-то ролик на тему хорошему быстро привыкаешь ой вот я вот мы когда маленькая была эти вообще на помидоры помидоры что я думал знал что какие-то из сорта да нет какой дадут такое ела а их с каждым годом становится все больше и больше на картинку посмотришь они все красивые растить начинаешь вырастет ну похожи а иногда и вот бывает что вроде вкусный помидор но их не очень много нам же как над что был вкусный урожайный и требовал малого ухода да а так редко бывает уж если они большие крупные помидоры то надо около них потанцевать надо их посынковать надо там оставить несколько так сказать только побегов чтобы они крупные то выросли на вот прошлый год сажала ультраскороспелый в этом году опять посадила они конечно низенькие маленькие но и помидорки то там маханьки-маханьки правда их поздно посадила в этом году пораньше посмотрю что там из них будет немножко посажу так я в основном стараюсь где-то на одну грядку чтобы 20 усадить помидор в один в дворе дочек сажая не знаю как в этом году буду сажать один год садила в одну лунку по 2 очень особо разницы не заметила вот ну ладно на этом я с вами попрощаюсь огородность того чистку тему будем нами продолжать буду смотреть буду учиться век живи век учись непонятно да хотел закончить девочки я у меня день проходит так что я вот до обеда готовлю обеда у меня дети приезжают обеды не каждый день на приезжает и соответственно не телевизор я там смотрю передачи ну какие мы женщины смотрим вот про здоровье я сегодня удивилась что ведущий мясников врач он на год старше меня а как он выглядит он еще в горы ходит он прям там какие-то тяжести и и чет мне как-то стал стыдно да думаю я себя уже тут можно сказать записала солидный возраст а он прям там все себя такой молодец молодец еще вот наверное от заняться собой не но я конечно там не буду вот эти всякие искусственные вещи делать никак не могу я смотрю тут блогершу 1 смотрела то мы долго долго не было она снова появилась личка как яичко все под накачанное под натянутая я не могу я на этих женщин смотреть не могу потому что я вижу не как лягушки ртом этим своим шлеп 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 и лицо какое-то не искусственно накачанное и они получаются вот очень многие актеры актрисы после всех этих пластических операций да я к чему но сегодня смотрела да и эту молодую жену табакова одним глазом сидит она там тоже рот к ушам привязаны не закрывается все себя красавицу строит нет я конечно против нее ничего не имею ну вела мужа из семьи бог ей судья ну ладно это я почему решил с вами поговорить то какая-то комментаторша ненормальная посмотрела ролик моей давности я уж про него забыла про галкин сад я снимала и что-то она там про меня плохо сказал но я и ответила мама дорогая чудные старушки до вчера тоже смотрел передачу немножко когда там эти отчаявшиеся домохозяйки блогерши то передрались и мама дорогая умалахова на я правда чуточку только немножечко посмотрел думаю да вот страсти кипят вот это думаю тут на деревенском сегменте вон что творится да тут вот все переругались перессорились а там там вообще уж там какая-то пропала блогерша они ищут кто смотрел девочки чем-то все из-за чего все них там за чего не прыгались то они наверно уже не помнят из-за чего не прыгались ну ладненько на этом я точно с вами заканчиваем разговаривать на сегодня пока пока да вот та самая блогерша который на меня там поругалась за старый ролик вот она себя назвала галиной казачкины по-моему казачкины я подумал что это наверное вот сама это вот галкин сад наверное с пьян там что-то не написал и так себя назвала но не знаю может быть конечно не она может на самом деле есть такая ненормальная тетка всяких нас ведь на по жизни то полным полно вот и она мне написал ты лучше что-нибудь хорошее рассказывать ну вот я решила хорошо рассказать уж не знаю понравился вам или нет ну ладно болталочка такая называет почему-то если разговаривают болталочка ну ладно пока пока поболтали всего вам доброго хорошего светлого и болеть